Здравствуйте! Меня зовут Федор Васильев, приветствую вас в четвертом уроке. Мы продолжаем с вами разбирать компонент Гритбокс. Сегодня мы будем настраивать меню, точнее посмотрим какие есть настройки, как подключить меню и как заменить и настроить свой логотип. И потихоньку будем делать лендинг на примере вот этого шаблона от Гритбокс. Что-то похожее, связанное с едой, но это просто я взял пример как бы наобум, мне понравился этот шаблон. В общем вот этот сайт попробуем повторить. Итак, переходим в админку нашего сайта. Заходим в компоненты Гритбокс. Когда мы создали с вами страницу, у нас с вами появилась вот здесь вот я создавал демо, это демо страница. Смотрите, чтобы подключить наше меню, которое мы создаем по умолчанию в Joomla. Нам нужно пройти меню, майн меню, перейти в меню главное, тип пункта меню выбрать и самая верхняя вкладка, ну по крайней мере у меня на верхней, Гритбокс. Это наш компонент. Кликаем по нему, раскрывается всего лишь один пункт, это пейдж, страница. Выбираем. Теперь наш пункт меню подключен к Гритбокс. Далее, как только мы здесь выбрали меню, ниже появляется пейдж, новый пункт меню и кнопка выбрать. Нажимаем на кнопку выбрать и вот вы видите наш пункт меню демо, который я создал. То есть все пункты меню, которые вы там создали, страницы именно в Гритбокс, они будут отображаться здесь. Кликаем, выбираем демо и нажимаем сохранить закрыть. Так, переходим в рабочую среду. Напоминаю, как в нее зайти. Переходим к компоненту Гритбокс, то есть из админки. Вот наш пункт меню, наш пункт меню, да, пейдж, наша страница. Кликаем прямо по названию страницы, в новой вкладке браузера открывается наш сайт в режиме редактирования. Мы авторизуемся на сайте и у нас все инструменты активны для дальнейшей работы. Так, у меня там был небольшой косячок. У вас, скорее всего, изначально будет выглядеть вот так, да? То есть у вас кнопка Home. Будет изначально выглядеть, как сейчас выглядит у меня. Ее видно. Нажимаем на карандашик, опции и, во-первых, мы можем выбрать, где расположить наше меню. То есть слева, вы видите, меню переместилось по центру и справа. Дальше мы можем выбрать из списка навигаций, он классик. Это то, что у нас сейчас выбрано классический вариант. И Open Page. Это уже у нас предустановленная страница, которую мы сможем каждую отредактировать. Например, повесить, если это нужно, якоря. То есть, чтобы, например, по клику, по кнопке прокручивала страницу до нужного момента. Это позже мы рассмотрим. Пока выбираем классик элемент. Значит, меню у нас есть. И мы хотим сделать, как я уже говорил, как вот здесь в шаблоне, по центру. Переходим в шестеренку. Переходим в Header. Layout. И Select. И выбираем тот вариант, который мы хотели взять. Apple. Страница обновляется. Мы видим, у нас логотип стал наверху. А кнопка менюшки по центру. Ну и логотип по центру. Дальше заходим в шестеренку. Layout. И сразу вы можете выбрать вот ниже Fixed, чтобы было меню зафиксировано. То есть, она у нас изначально уже зафиксирована. Давайте посмотрим, как это. То есть, мы переходим сейчас на наш сайт. То есть, именно на страницу нашего адреса без хвоста. Обновляем. Да, сейчас мы просмотреть не можем, потому что у нас сайт короткий, да? И не можем посмотреть, зафиксировано ли меню. Так, смотрите, у нас кнопка Next Section. Она должна быть чуть ниже, да? Она у нас сейчас перегорожена блоком. Мы не можем по ней кликать. Нам нужно зайти в шестеренку справа. Header. Layout. И вот пока убрать Fixed, мы меню потом сделаем, как нам нужно, когда мы уже накидаем блоков. Пока выбираем здесь Default. И сразу кнопочка Next Section оказывается ниже нашего хедера. Нажимаем Save. Вот. Теперь по поводу меню. Если зайдем в админку Gridbox, сразу давайте создадим хотя бы еще одно меню. Если посмотрим на наш демо сайт, у нас вторая кнопка меню идет, да? То есть это другая страница. Мы другие страницы будем оформлять позже. Пока нажимаем Создать. И я называю меню. И Create Page. И мы сразу попадаем в редактирование этой страницы. Пока эту вкладку я закрою. Обновим админку. И вы видите, вот появилось наше меню. Смотрите, из админки что можно сделать. Мы можем поставить галочку напротив меню. То, которое нам нужно. И нажимаем на кнопку вот здесь Settings. Просто хочу вас ознакомить с настройками. Здесь Title. Меняем. Можно здесь заголовок переименовывать. Алиас. Ну, у меня подставилась двойка, потому что у меня такой алиас уже есть. Здесь уровень доступа. Можно выбрать, чтобы, например, было видно только для зарегистрированных пользователей. Или другие уровни доступа. Дата. И тема. То есть мы можем... Здесь в списке пока больше ничего нет, потому что мы темы не добавили. Когда вы купите коммерческую версию, вы сможете из админки добавлять уже готовые шаблоны. Gridbox, созданные разработчиком. И здесь, например, добавлять их. То есть для каждого пункта меню разный шаблон. Или какой-то свой шаблон. Можно здесь менять списки. И здесь еще есть вкладка SEO. Переходим. Здесь обязательно заполните. То есть это для поисковых машин. Page Title. То есть это заголовок. Для пункта меню прописываем. Description описание. И Keywords ключевые слова. Потом нажимаете Apple. И так каждый пункт меню можно оформить. Далее не забываем, когда вы здесь создали новый пункт меню. Перейти меню. Майн меню. Создать. Назовем тоже меню. И выбираем Gridbox Page. И выбираем меню. Сохранить-закрыть. Также Home я переименую как Главное. И сохраняем. Если мы посмотрим наш пример. У нас здесь просто менюшки белые. И нет у них фона. Давайте добьемся такого же. Значит мы здесь наводим на меню. И находим прямо на меню здесь карандашик. Кликаем по карандашку. Давайте посмотрим опции. Также меню влево-вправо. Двигаем. На F меню. Типография. Чуть позже поговорим про шрифты. Здесь можем добавить свой гугл шрифт. Или выбрать из как бы нужного. Ховер при наведении. Колор белый цвет. Это цвет текста. Кнопки. И бэкграунд. Мы с вами делаем прозрачный. То есть при наведении ее не будет. Нам вообще фон не нужен. Дальше. Актив. Активная кнопка. Также цвет убираем. Сейчас мы меню наше не увидим. Оно исчезнет. Потому что у нас там фон белый. Здесь у нас видите как получается. Там сзади идет заливка. Картинкой. Мы позже это зальем. Там у нас идет слайдер. Возвращаемся. Значит. Ховер. У нас при наведении немножко серого цвета становятся кнопки. Сделаем пока вот такого. Сразу можно видеть. Смотрите. Вот я навожу. Видно главное. При наведении появляется. Так. На F меню есть. Субменю. Это когда у нас здесь есть вложены пункты меню. У нас пока их нету. Поэтому мы пока не трогаем. Марджин. Это отступ. Это от логотипа. У нас сверху отступ. Да. Или снизу. Пока. Я ничего не трогаю туда. И нажимаем. Сейф. Так. У нас смотрите. Активная кнопка белая. Неактивная. Она у нас черная. Так. Я сейчас сделаю вот здесь фон. Временно. Пока. Темный. Чтобы мы могли видеть наше меню. Вот оно главное. Видно. Да. Так. Давайте посмотрим. Где у нас такое меню. Неактивное меню. Оно у нас черного цвета. Что-то я пропустил. Значит. Заходим на меню. Типография. После фон фэмилии. Видите. Color черный цвет. Делаем белый. Теперь у нас меню это тоже стало белым цветом. Смотрите. Фон сайт в пикселях. Меню можно увеличить. И. Вот это внутреннее расстояние. Также увеличивается здесь. Ниже можно сделать меню. Подчеркнутым. Сделать так. Чтобы были заглавные буквы. Или имели букву наклон. Нажимаем save. Итак. Давайте посмотрим на сайт. Мы сделали меню. Значит. Примерно по примеру. Буковки белые. Шрифт. В следующем уроке. Наверное. Покажу. Как Google шрифты добавлять. Свои собственные. Значит. Меню есть. Пункты меню сейчас добавим еще. И в этом уроке еще логотип мы заменим на свой. Ну и таким же образом мы с вами идем. Смотрим. Значит. У нас. Контакты. Давайте еще два пункта меню создадим. Заходим. Значит. В настройки админки. Сначала идем компоненты gridbox. Создаем новое меню. У нас. Ну все то же самое мы делаем. Так. Сразу открывается страница редактирования. Мы пока ее закрываем. Идем меню. Кстати. Давайте сразу создадим. Вот у нас мы создали. Вот у нас. Да. Теперь. Мы создаем. Страницу контакты. И create page. Обновим админку. Контакты тоже есть. Здесь я хочу переименовать. Смотрите. Демо. Это у нас на самом деле не демо. Это главное. Чтобы не путаться. Все сделаем. Аккуратненько. Главное. И меню тоже надо сделать за главной буквой. Здесь убираю. Делаю меню. И Apple. То есть. Чтобы все было по полочкам. Переходим. Майн меню. Создаем еще страницы. Так. У нас. Выбрать. Все то же самое. Gridbox. Page. И выбираем. Теперь здесь. У нас. Сохранить. Так. Дальше. Нажимаем. Сохранить копию. Пишем здесь. Контакты. Страницу включаем. Альянс удаляем. И выбираем. Контакты еще. Сохранить. Закрыть. Обновляемся. У нас появилось меню. Да. Так. Теперь. Логотип. Значит. Переходим в режим редактирования нашего сайта. И заходим на карандаш. Уже самого логотипа. Три панели опций. Переходим. Опции. Можем загрузить наш логотип отсюда. То есть. Как обычно мы загружали. Так. Я добавил файл. Нажимаю upload. Я скачал логотип с интернета. Поэтому. Это просто для теста. Ставим галочку. И apply. Логотип. У нас появился такой вот. Маленький. Айда. Еда. Да. Называется он. Также можно выбрать. Где располагать его. Но у нас. По примеру. Он по центру. Оставляем по центру. И. Делаем. Побольше размерчик. Здесь. Просто она у меня маленькая. Точнее она у меня даже не маленькая. 300 пикселей. Но размером вы можете здесь управлять. Image Alt. Это внутренний тег. Для поисковиков. То есть. Тег Alt для этого изображения. Для нашего логотипа. Здесь можно написать название вашей компании. Так. Links. Пока мы не трогаем. Переходим опять в лого. Margin. Это у нас. Отступы. От верхнего края. Тоже можно. Видите. Отступать. Сразу отступает и менюшка. И наш логотип. Видите. Как все удобно. Ну и также здесь отступ от нижнего края логотипа. До меню. До верхнего края меню. Так. Ну. Я наверное пока вот так оставлю. Ну и сейв. Идем на сайт. И обновляем страницу. У нас все прекрасно добавилось. Менюшки добавились. На этом урок я заканчиваю. И увидимся с вами в следующем. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего, качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием «Хостик». Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостинг, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник. Это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%, а также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете, я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова